МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сейчас мы обернемся направо-назад, и там будет такой офигенный вид. Там озеро это здоровье, там такой лес, природа. В общем, пейзаж офигенный. Просто бери мольберт и рисуй. Красиво живописное село Германовка. Когда я спросила у местных жителей, откуда такое название, потому что до интернета мы не могли добраться, то нам сказали, что когда-то была семья, и главного, будем говорить, хозяина, звали Герман. Поднялись мы на высокую гору, высокая такая гора, на которой сверху стоит хрест, православный здоровый хрест. Божа мати стоит. И я сразу вспомнил, что я все был в Коростишеве. Периодично я сама церковная людина. Я ходу со своей дружиной Валю Шемчужиной, с Марком, я ходу в церковь. Я это вижу, все вот именно духовные темы, которые стоят, и сразу вспомнился, это все дома, церковь. А уже давно не был, уже на проекте сколько? Здравствуйте. Здравствуйте. Ребята, сейчас вас ждет самое сложное и, наверное, самое ответственное задание в вашей жизни. Сегодня вы готовите для людей, которые имеют особую ценность для всех вас. Кто имеет особую ценность? Ну, не знаю, врачи какие-нибудь, да, вот очень нужные люди. Там, стоматолог имеет особую ценность, да, потому что пломбу делают. Встречайте. И показывают рукой. А кого нет? А да. Смотрю, ну, как бы незнакомые мне люди, точно может быть чей-то стоматолог, может чей-то врач. Наверное, еще два-три человека, мальчик, девочка, мальчик, девочка, смотрю. Мой папа! Посмотрю, папа мой. Как мой папа? Мой папа на мастерше, на непонятной вообще где-то мы находимся, на этом красивом месте. И мой папа, думаю, ну, да, горы есть, скалы есть, но это мой папа. Офигеть! А это чья, это чьё такое? Бегуам! Бежит на всех парах моя мала. Просто летит, как ураган. Мали за нею, потом мама, сестра, ну и все, Остапа понесло. У меня сльози градом. С�ИВАЙ! Му! Му-у! Круто. Му-у-у! Муу-у! Му-у-у! Му-у-у! О, Боже! Тот, звук это ковки, тёрзыш. Мама! Він щасливий, що він тут, а відповідно він щасливий, що я туди. Розумієш? Ще три місяці тому він був просто свів, коли чув, що я хочу проміняти юрфак на мастер-шеф. Він мене взагалі вважав, знаєш, чуть-чуть хворий на голову. І в 12 це тає дуже-дуже багато. Дуже для тебе високий рівень. Можна ще далі? І великі досягнення. Можна і треба. І ти будеш ти вперед, я знаю твій характер. Він каже, ти молодець, я в тобі вірю. Платяки до кінця. Ну, бо інакше дыхати я так не приймам. Я вас увидел. Ааа, Глеб, я вижу Кристину. Це перший чоловік, я познакомився в своєму новому класі, в який я прийшов. Мене було складно, я нікого не знав. Ми з ним просто начали вот так вот просто привет, привет. І начали разговаривать. І просто вот как будто бы, не знаю, клюється вода, вот так вот она хлоп. Так вот, как естественно, оно происходит. Все смешивается, она сливается. Так же и мы просто слились. И начали с этого момента общаться. И мы вообще по жизни теперь вместе всегда. Вот с того самого момента, как мы впервые встретили в школе. Ну, это прекрасный человек. И, ну, у него сейчас, на мой взгляд, прекрасная жена. Ну, а дальше переключилась на мужа. Сможем это вообще отдельно делать. История, я прямо плачу, потому что думаю, как же он дома кушать, кто ему там дома готовит. Потому что, мне кажется, он, ну, наверное, сейчас уже умеет что-то готовить. А до этого, наверное, картошечку умел жарить и яичницу. Красивый. Ну, для того. Армюша. Для того. Уже скучно. Так скучно. Щетрошечки. 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 Проверя. Да. Ты же хоть смыт. Не что. Ты же готова тебе. Я не знаю еще, что. Нет. Что-нибудь, что ты любишь. Нет. Что-нибудь вкусное, что подходит для меня. Нет. Как много. Ты... Она меня всегда, знаешь, поддерживает, прощает, независимо от того, какая бы я ни была, знаешь, там, даже сейчас ко мне пришла не мама, знаешь, сюда, а моя бабушка, и поэтому для меня это очень много, ну, в общем. Да, хорошо, что переехала. Что вы называете? Мы приехали так резко, не так не хорошо. Мені стало дуже важко, реально, мені стало важко на душі, потому что у меня на сегодняшний день тільки Валюша и Марк, це два человека, які мені в жизни дуже нужны, потому что семья – это драгоценный дар в глазах Бога чоловіку. Чого ти? Я скучу за тобою, дуже-дуже скучу. Моя мама в таком красивом зеленом платье салатовом, с моим братом младшим, моя кума. Ты вообще так не похожа на себя, да? Ужас, я вообще тебя не узнала. Тебя не узнали. Обнимай, я говорю, що ви приперлись, я себе себе то звал. Моя девочка любимая, не целуй меня, сейчас я буду в поманю. Мама стоит, понимаешь, первый раз увидела камеру, такая, ааа, позирую. Мама, ты тебя никто не снимает, перестань в камеру. Хочу мене снимать камеру. Дурна, ты в камеру просто, ты знаешь, как будто бы тебя никто не снимает. Перестань, говорю, тебя такой идиотка и покажут, успокойся. Я говорю, типа, ты их не замечаешь, такая. И тут, значит, поворачиваю голову налево. Вон Руслан. Бабушка. Ой, мальчик. Мама, мама, вот ты хотела так сильно познакомиться с Русланом, но говорю, вон это обезьянье мордой. Бабушка, я так рад, что мы приехали. Малетка, такой смешной. Бородка, ты такой красочек, ты мой. Монечка, всегда хорошая бабушка. Она такая, да, фу, какой он страшный. Я говорю, ну я же тебе говорила, говорит, фу, жирный, говорит, страшный. И еще и бабушка. Бабушка. Я не преподавала тебя. Ой, родная, Монечка, боже, как я сейчас. Бабушка, я не успела взять ваши рецепты. Что я теперь буду делать? Так, булки тебе рецепты, скажи, что я тебе новую тетрадь сделаю. И будешь главной куриной. Бабушка, так рад, что вы приехали. А я как рада. Стрис, подвинься, я тебя прошу. Давай, мимо ее. Мы киры будем уйти. Ой, давай, я что-нибудь сниму. Вот в очках тебя, милый штуг. Ой, господи. Бабушка, что в Израиле произошло, что вы приехали? СМЕХ Хорошо? Молодцы. Я предполагал, что вы приедете. Давай, давай, давай. О, здесь крепкий. А давайте я еще для всех вас представлю. Вот это моя внучка. Ее звать Яна. Классная девчонка. Это мой внук. Женька, мы с ним везде ходили по походам. А это моя горячо любимая единственная невестка. Звать ее Юлия. Я правильно не ошибся? Семь правильно назвал? Мне было очень приятно, неожиданно. Я, конечно, не рыдал от счастья, как некоторые мои коллеги. Да это она трохи. У всех моих, у меня на дороге всегда ряднейшие люди. Мне прям так осталось, я почала плакать. Мне очень приятно стало. И тем более, что мы все приехали. Это было очень, очень для меня. Я не знаю, какие эмоции не передашь. А вот, вот же моя смея. Добрый день. Мы с Викой живем рады. Я стараюсь. Уже реклама идет по телевизору. А это ваши семьи? А-а-а-а. Трое? Четверо. Ну, молодец. Ну, молодец. Такие сыны уже доросли уже. Они спортсмены. Скажи маме твоего версика, Кирилл. Мама, курочка, с КВ на канале СТВ. Молодец. Я такая довольна была. Я думаю, блин, я заранее приготовлю те, что они любят. Они будут такие счастливые, капец. Я просто вылазь раньше в сезон, я знаю, что все обычно готовят именно те, что любят твои рейдни. Ну, это типа круто. Снимешь с меня черный фарт? А что, она может? Подожди, ты ничего не знаешь. В смысле? Ты же снимешь с меня черный фарт? Мы можем выиграть, и у меня будет возможность, чтобы сменять надо черный фарт. А если проиграть? А если проиграть, второй не оденешь уже. Не переживай. Второй уже не сможешь. Так что не... Понятное дело, что родители не будут знать, кто что готовил. Их уводят. Я такая, все, это все, мы больше не пообщаемся. В следующий раз мы будем ругаться, когда они не угадают наши блюда, будем ненавидеть друг друга. Итак, все вы поняли, какой сегодня важный день. Было понятно сразу, что в сегодняшнем конкурсе капитаном буду я и Олег. Я, потому что я победил в первом конкурсе, который был у нас, Олег победил в втором конкурсе. И я не знаю, как Олег, там, готовился он к этому конкурсу в выездном или нет. А я лично уже для себя просчитал, как я буду выбирать людей. У меня было какое-то меню. В общем, все это у меня уже было в голове сложно. И тут судьи начинают мне говорить о том, что у нас все будет совсем не так, как обычно. Для того, чтобы избежать скандалов, интриг, заговоров, мы разделим вас на команды. И я такой думаю, ну, охренеть. Просто вот то, что у меня было, это вот как-то строишь такой вот спичечный домик такой, выкладываешь спичечки по дной. И тут приходят, и все разрушилось. Вот так же у меня. Все мои планы просто рухнули, как этот спичечный домик. Сейчас я назову имена первой команды, и только потом вы возьмете фартуки. Договорились? Хорошо. Боженька, хоть бы не Олег был моим капитаном, хоть бы не попасть с Русланом в команду, хоть бы не попасть с Викой в команду. Но хотя с Викой не так страшно, ее можно в черный одеть. И в первую команду войдут. И Сергей называет первую команду. Олег, Николай Николаевич, Катя, Руслан, Вика и Наташа. Мне послышалось. Я просто стою и думаю, что? Забирайте, пожалуйста, синие фартуки. Я ненавижу Олега как капитана. Он агрессивный, злой, истеричный. Мне кажется, что он скоро в драку полезет. Руслан, Нюмека, Вика. Истеричная просто, истеричка, понимаешь? Одна Наташа, я к ней побираюсь, я говорю, Наташа, может ты со мной станешь на десерт? Она такая говорит, Катя, ты что гонишь? А кто станет на закуски? Кто на мясо? Ты что вообще? У меня черный. Черный, черный. Я смотрел на свою команду, понял, блин, я вообще такая рада. У меня вообще команда суперпросто. Ну, одна проблема, конечно, за пару с десертами, никто в нас вообще их не делает, факт, что в команде. Ну, ладно. Десертники ушли все туда, и мы были бы тут. Дальше судья начали нас удивлять. Но пять попередних роков мы працювали за одниєю схемою, коли годували рідных. Али не сьогодні. Это да. Як мене удивили судьи? Вони сказали, так як це мастер-шеф шесть, як всегда. Правила конкурса меняются. Обе команди сегодня будут готовить абсолютно одинаковое блюда. Вы должны будете составить одинаковое меню на две команды. Три закуски, три основных блюда и три десерта. То есть синяя и красная команда должна обговорить свое меню, прийти к общему консенсусу, решить, что и как будут подавать. На это мы дадим вам 15 минут. И я понимаю, что вообще Олег такой х**ый. Он не сможет выбрать те блюда, которые ему нужны, по которым он сможет узнать его семья. Для приготовления праздничного обеда у вас будет целых два часа. Спасибо большое. Готовы? Время пошло. Таком наш дальний столб. Как здрасте. Быстро, быстро, быстро. Куда? Куда забрала? А ну сюда вернее. Ой, прости, мой хороший, я аж это... Подожди, Юра. Олег говорит, давай обсуждать, нет времени записывать. Сейчас начнется каша. Юра, иди сюда. Пусть они бегают, смотрят. Давай сначала посмотрим, что есть сначала. Творог, перепелиные яйца. Смотри, есть свиные большие яйца. Юр, ты где? Я вижу. Мы должны одно блюдо. Если мои сейчас начнут писать, мы сейчас будем ругаться. Есть вишни, можем делать клафут. Подожди, видите, вы начнете. Ребята. Я понимаю, что ситуация плачевная, что мы обычно в команде иногда не можем договориться, а тут еще и две команды, и еще капитан Олег. И мне кажется, Олег вообще не будет идти на какие-то уступки. Подожди. Давайте делать клафутинь, Света. Песочное тесто – это жара. Вика, клафутинь и жара. Клафутинь и жара. Да. Вы посмотрели, что где есть? Юра, идем где-то встанем, сюда их давай всех. Дело. Делаем клафути, ребята. Вика, давайте делать клафути. Давайте делать клафути. Я хочу делать клафути. Вика, уйди отсюда. Я тебя прошу, закрой рот. Будем делать трайфл? Да. Делаем трайфл. Давай делаем чурас, трайфл, короче. Олег, трайфл нельзя. Так, тихо. Нельзя трайфл. Тихо. Чурас будем? Да. Делаем его по фритюре. Ну что, это же такое прекрасное блюдо. Там специально мне положили вишню, чтобы я делала клафути. Ну конечно. Пришел сегодня утром Эктор к Вике. Вика. Викочка, что вы хотите готовить? Она такая, клафути. Да, да, да. Я вам положу вишню. Она вообще не в себе. Мы не будем делать щас кек, он не застынет. Кайф, это такое. Что вы делаете? Я хочу встать, она меня раз вталкивает. Ну ничего же я тут встаю. Меня чуть не сбили с этим сидеть. Я уже их туда вталкиваю. Говорю, ну успокоились, встали тут. Понимаешь, что нет. Наташа на ухо там что-то буль-буль-буль-буль-буль-буль. Можно я тебе поделась там? Нет, лучше в духовке запекать. Да не будет духовку. Да, я знаю, я знаю. Ксено, Катя, я буду делать десерты. Зарабляха муху возьму, поставлю на креветки. А Руслана вместо мяса поставлю на десерты. И полна могила, блядь, сразу будет. Хрэс, блядь, на команде. Понимаешь? Что на закуску? Жульен давайте. Жульен давайте на закуску. Давайте закуску. Какой жульен? Какие ваши предложения? Какую? Две закуски давай, закуску предлагай. Я понял, что Олег в замешательстве, что в его команде ему никто никаких подсказок не дает, какие блюда готовить. А у меня куча идей. И все хотят что-то готовить. И всех есть желание. Я понимаю, что нужно этим пользоваться. Олег, ты будешь жульен делать? Ну я вот это не понимаю, как я Эктору скажу. Что тебе не понятно? Вот смотри, я дам тебе блюда, скажи, как это называется. Креветка в кисло-сладком соусе. Ты жаришь креветки с перцем порубленным. Понимаешь, как ты на волке делаешь? Я начинаю подкидывать ему одно блюдо. Ростбиф. Я начинаю подкидывать ему там лосося. Полента с морепродуктами. Я понимаю, что Саша может заниматься морепродуктами теми и морепродуктами теми. Следовательно, он займет в горячий цех и будет объединять все эти продукты. Вишня. Сливки, молоко, вишня. Все, определились? Ростбиф, семга. И картофель. И картофель. Все, есть три основных. Все, вроде написал этот тектор. Ребята, Юра, Олег, вы написали? Все, да, написали. Идите сюда. Отже, назвите ваши закуски. Креветки в кисло-сладком соусе. Морской коктейль. Коктейль, коктейль. На поленте. Хорошо. И салат овощной. Это помидоры, соевый соус, творог, маслины, лук фиолетовый. Вот такой будет как бы лить. Похоже на греческий. Мы сказали, сначала ему все закуски. По закуску у него вопросов почти не было. Только он так подумал про салат. Подумал, подумал. Хорошо, хорошо. Хорошо? Давай. Ладно, хорошо. Пускай это будет салат. Не знаю, почему. Мы все не любим греческий салат. Ростное блюдо. Картофель дофине. Трот сбиф. Это дофин из розбифа. С розбифом, да. Свинину соус и барбекю. Ага, хорошо. Семга. Как? Я думаю, что мы будем на сковороде припускать на сливках, со сливками. Из лавишного соуса? Эктор Махая, я понимаю, что что-то банальщина какая-то, что-то не то. И он нам запускает такую тему, что давайте за апельсинчиком. Хорошо, за апельсином скажем, и имбирем. Эктор говорит. Ну, я такой, ну и имбирем. Имбирь. Угу. Отлушался. О, хорошо утвердила. И давай десерт. И я говорю, чуросы. Вот это испанские цитемы. Чуросы с карамелью. Да, с карамелью. Хорошо. И ягоды. Ягоды будут дальше. Делаем трайфул. Давай. И еще трайфул делаем. Трайфул. Трайфул, да. Хорошо. И делаем клафуті. Только враховуйте, что клафуті маїти соусом англес. Салс англеса. Да. Салс англеса? Хорошо. Англеса. Хорошо. Ну все, вы злодни? Ну все, спасибо, Тудя. Идем работать. Беру команду сюда быстро. Так, Наташа Петрик занимается говядиной, бьюф Веллинтон и будет заниматься креветками, обжаривать креветки. Берете кількість креветок. Я разумею. Такую, как вы смотрите, сколько людей. Взяли. Частину беремо тоби на коктейль цей. Доброе. Частину беремо на обжарку, яка будет идти с овощами и вот этими соусами. Зрозумели, да? Да. Громо. Чик. Я буду делать, ну, мясо. Хочешь мясо, давай мясо. Свинина у меня, свинина у меня. Свинину будете работать? Свинина соусом барбекю, да. Я сейчас займусь картошкой сначала. Мои не едят свинину. Моя семья не ест мясо. Оце мене сьогодні такі поражали моменти дебільні, такі чоловіческі дебільні моменти. Я разів п'ять там кричав, що люди, перестаньте думати про щось, що ви десь. Ви робите сьогодні їжу для своїх родичів. Будет гов'яже. Я еще раз говорю, принято уже. Будет гов'яже. Руслан, я даю задание работать, а не то, что любят твої, что не любят. Есть рост без ягоди. Не подобається тобі. Будеш капитаном, будеш складати своє меню. Зараз ти будеш робити те, що я тобі кажу. Олег, я клафути делаю. Да, ты совершенно верно. Вишні полностью отцеживаєш. І помогу Каті, тому що вона не успеває. Пока ти будеш варити, поставь вишні, пусть отцеживаєшся, щоб вони були більше сухі. Тому що буде сильно мокрою потім. Вика говорит, я буду делать клафути, я знаю, як делати клафути, я буду делать клафути. Я понимаю, що мені придеться робити два десерта, тому що мені не поможуть. Дай Бог, щоб она свою клафути закончила. Я говорю, добре, Олег, я буду робити і трайфл, буду робити і чурас. В мене Валюша дуже любить картофель. Вона в будь-якому віде, вона дуже любить дируни, вона любить картофель по-селянськи, то, що я роблю. Я взявся, іменно за цю картофель я взявся. Нам треба на 15 чоловік, так? Якщо по кусочку, хватиться і картопля, мабуть мало буде, ні? Що ти скажеш? Мені здається, що хватиться. Мені здається, що хватить, бо не захочуть вони їсти картофель. Скажи. Я зроблю прикольно. Я точно знаю, що з позиції сили в такій команде, як у Олега, командувати дуже складно. Тому що люди можуть на тебе обозлитися, і мало того, вони можуть з тобою спорити, рухатися. А це просто безполезна трата времени. Так, Саша, ти свою задачу знаєш, да? Ти помнила, як робити морський коктейль з паленту, да? Я помню. Делати паленту з морськими... О, тебе Асма буде подсказатися. Ось, окей, окей, хорошо. Татьяна, ви будете займатися чурасами. Лена, ти чим хочеш займатися? Лена хоче займатися десертами сегодня, як неудивительно. Потому что горячий цех я отдал АСМИК, я отдал ей заниматься розбифами свинины сегодня. Що роблю я, Юра? Що? Що роблю я? А я в морозі не сказав? Ну, ви должны зробити куфу ти в такому випадку. Можете зробити оваченний салат, в ціне буде десерт. Ви все знаєте, як робити? Ну, так. Я такой смотрю, що оп-оп-оп, все у мене работають, у всіх є дело, і сам смотрю, що потрібно делать мене. Так, я могу сделать салат. Що тут у нас ще? В списке остался лосось, в списке осталась картошка. Конечно, белорус будет сделать картошку. В принципе, в команде была такая спокойная обстановка, я бы не сказала, чтобы что-то сильно мешало. Катерина с Викторией периодически там гавкались, собственно, такой-ля детский сад. Кажется, что клафути подаётся с кремом англес, а не делается на креме англес. Вика такая, клафути варится на креме англес. Я так на нисотру думала. Боже, она идиотка, реально. Дай мне венчик. Что ты добавляешь? Мука. В англес не идёт мука. Надо, надо. Вика, в англес не идёт мука. Так, всё, Катя, делай. Как ты делаешь? Ты отсюда взяла муку, Вика? Я же её взвесила, Вика. Да я взяла вот. Ну, в***, ну, Вика. Два грамма. На, два грамма я взяла. Ну, я её взвесила для профитроли. Ну, Вика, ну ты свинья, бляха-муха. Ну, в общем, она в своём репертуаре, эта Пескова, понимаешь? Николаевич, вы не можете стоять помогать Вике, понимаете? Могу, могу. Ну, вы не можете, у нас куча работы. Девять блюд. Ребят, вы что, смешные? Вы вдвоём делаете клофути? Нет, нет, нет. Мы вдвоём идём. Катя, ну мы все вместе. То Николаевич освободился. Ну, я тебе помогу. Я делаю два десерта, а вы вдвоём делаете клофути. Байла, байла, байла. Ну, он промокнёт только вишни, ну, ё-моё. Катя, занимайся, пожалуйста, с тем, чем ты занимаешься. Девочки, распределите. Мы делаем для родственников, пожалуйста, думайте про родственников. Мы не ругаемся, мы сейчас распределим. Пожалуйста, думайте про своих родичей, я вас прошу. Вика! Да, да, здравствуйте. Как дела? К делам хорошо. Расскажите, кто приехал вас привітать? Моя бабочка. Да, да. Самая преданная и любимая. Да. Насколько я зрозумів, ви відповідаєте за клофутти. Это правда? Правда. Основа крема англес. То есть у меня уже крем готов. Я сейчас вишни тоже подготовила. Сейчас буду отправлять в духовку. Клофутти – это одно, крем англес – совсем инше. Это окремий складовик. А, с кремом. Да, с кремом. Хорошо. И вот полтора часа сушевика делала, она все вылила и делала заново. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин